Весопы наших дел у них заповеди твоих, молитвами причистия своей матери, всех святых твоих. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, уповая наше, слава Тебе. Христос истинный Бог наш, молитвами причистия своей матери, всех святых, помилуй беспосердно, всякое благо человека любит. Аминь, Господи, пою, Господи, пою, Господи, пою, Господи, пою, любуй. С беседой святителя Иоанна Златоустова. «Будьте милосердны, как и Отец, Ваш милосердный». Евангелие, Дуки, 6 глава, 36 стих. Милостинная есть превосходная художница и покровительница упражняющихся в ней. Она любезна Богу и находится близ Него, легко и спрашивая милость тем, кому хочет. Только бы мы не оскорбляли ее. И она оскорбляется тогда, когда мы делаем ее из похищенного имущества. Если же она чиста, то доставляет великое дерзновение, высылающим ее к Богу. Сила ее такова, что она умоляет даже западших и согрешивших. Она разрешает адские узы, разгоняет мрак, погашает пламень, умерщвляет черви, избавляет от скрежета зубов. Для нее беспрепятственно отверзается врата небесная. Как у входимой царицы никто не стражей, приставленных к дверям не смеет спрашивать, кто она и откуда. Но все тотчас принимает ее так, точно бывает и с милостыней. Она поистине есть царица, делающая людей подобными Богу. Итак, будьте милосердны, сказал Господь, как и Отец ваш милосерд. Она легко и быстролетно имеет золотые крылья и полет, усажающий ангелов. У нее, говорит Псалопевис, крылья голубки, серебристые и между плечами блестящими, как золото. Псалон 67. Она летает, как голубь, золотой и живой, одаренный нежным взглядом и кротким глазом. Нет ничего прекраснее этого глаза. Красив павлин, но в сравнении с этим голубем он ворона. Так прекрасна и удивительна эта птица. Она постоянно смотрит вверх и окружается великой славой Божией. Она есть дева с золотыми крыльями, разукрашенная, имеющая лицо белое и кроткое. Она легка и быстролетна и предстоит престолу царскому. Когда мы подвергаемся суду, она внезапно прилетает, является и избавляет нас от наказания, осеняя своими крыльями. Богу она угодно более жертвы. О ней он часто беседует, как она любезна ему. Сироту и вдову, и убогого, говорит псалмопевец, Господь поддерживает. Псалом 145. Ее именем сам Бог любит называться. Щедрый милостив Господь, говорит Давид. Долго терпелив и многомилостив и истинен. Псалом 144. И еще. До небес велика милость Твоя. Псалом 56 и 102. Ничто столько не отличает христианина, как милостивный. Ничему столько не удивляются они верны. И все, как к делам милосердия. И мы часто нуждаемся в этом милосердии и каждый день взываем к Богу. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Псалом 50. Наперед мы сами начинаем дела милосердия. Или лучше сказать, не мы начинаем прежде, но сам Бог уже явил милость свою к нам. Будем же возлюблены, хотя позади следовать за Ним. Если люди милуют милостивого, хотя бы он сделал множество грехов, то тем более Бог. Послушай пророка, который говорит. А я, как зеленеющая маслица в доме Божием. Псалом 51. Будем подобны маслине, оградимся со всех сторон, с заповедями. Потому что недостаточно быть только маслиною, но надо быть и плодовитою. Есть люди, которые подают милостыню мало, но или во весь год однажды, или один раз в каждую неделю, или только при случае. Они маслина, но не плодовитое и даже сухие. Как подающие милостыню, они маслины, а как подающие нещедро, они маслины неплодовитое. Будем же плодовитыми. Я часто говорил и теперь повторяю. Важность милостыни измеряется не количеством подаваемого, но расположением подающего. Вы знаете, евангельское сказание о вдовице. Хорошо всегда приводить на память этот пример, чтобы и бедный не отчаивался, представляя ее, положившему две ленты. При построении скинии некоторые приносили волну, только исход 35-я. Волна – это шерсть. Но и они не были отвергнуты. Ибо если бы имевшее золото принесли волну, то были бы прокляты. Но так как у принесших ее только это и было, то они не отвергнуты. Так и Каин был осужден не за то, что принес в жертву малоценное, но за то, что принес самое малоценное и всего, что имел. Проклятый живый, говорит пророк, у которого в стадии есть непорочный совмест, а принес в жертву Господу поврежденную. Малахия 1 глава. Не просто так сказал, но если имеет и бережет. Следовательно, кто не имеет, тот не подлежит осуждению. Тот даже достоин награды. Аминь. Храни всех, Господь.